Всем привет! Вы слышите Алексея Пшека-Халецкого, который пытается вести польский католицизм к доминированию на планете. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начать просмотр с первой серии. Ссылка на нее есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Итак, я вот тут подумал, вообще не спешу ли я с распространением своей религии. Ну, с другой стороны, вот Конго и инков точно надо было обратить, потому что они просто были без религии, а Конго тем более, видите, моих апостолов еще и делает прямо сейчас, и это мне помогает в распространении. А вот дальше стоит ли мне... Ну, Швецию я точно сейчас ничего не могу сделать со Швецией, да? Вавилон, наверное, стоит попробовать переобращать, а вот с Китаем не знаю. Ну, почему не стоит спешить? Потому что у меня же апостолы все дороже и дороже стоят. Как бы... Мне потом там еще целый континент обращать, а я даже не вижу его и не слышу. Ладно. Давайте, значит, что я вообще сейчас... Что я открыл в прошлой серии? А тут у меня должно быть. Я открыл... А, научную теорию я ускорил. Запретный город построен, Киллокиси Ваня. Мне, конечно, желательно Мон Сен-Мишель все-таки добить. Проверка... Давайте еще постоянная проверка, что у компьютеров есть реликвии. Мне постоянно надо реликвии использовать. Так вот. У Конга нету. Китая нету. У Вавилона нету. Кстати, какие у нас тут союзы остались? Культурные, религию. Может, мне с ними культурным заключить? Я же все равно на него не влияю. Чем плохо? Давайте, наверное, культурные. Я пока никому шпионов все равно не посылаю. Так что мне эти союзы... Так, у Индии я уже смотрел. У Швеции все тоже ничего нету. И у Инков ничего нету. Торговать мне нечем. Ладно. Так что у Апостола прокачка какая? Два раза больше с помощью религиозной атаки. Варваров точно не надо. Без свечи... Ну, вот оратор надо будет взять. И... Только сначала мы его двигаем. А потом берем улучшение. Опа. Тут друг... А, стоп. Это два разных. Да, значит, у этого у нас... Три раза. Слушайте, а может взять плюс 20 к религиозной силе в теологических баталиях? Потому что... Там... Ну, и вот использовать его в битвах против апостолов китайских. Потому что убийство апостола другим апостолам чужую религию убирает, а свою распространяет. Что это вот покруче будет. Так, а у этого что я решил брать? На два раза больше распространяет. Ну, такое, кстати, так себе. Тут, кстати, есть банк улучшений. То есть, вы не можете постоянно брать одну и ту же прокачку. Она просто закончится. И вы не сможете дальше так же улучшать. Так, оружейную. Кстати, мне военный лагерь и оружейную по-хорошему надо где-нибудь построить. Сейчас пока сюда пойдем. Две бомбарды... Да, блин. Две бомбарды вряд ли. Так, тут я... Кампус хотел. Так, вот где у меня тогда военный лагерь? В Кракове есть что строить. Итак, какой район? В Быдгоще я ничего не могу уже построить. Ну, можно, кстати, во Вроцлаве. У тебя бессмысленно. Тут ничего... Я бы, конечно, либо в Быдгоще здесь, либо в Люблине здесь. Но и в Люблине мне, конечно, важнее сначала священное место зафигачить. Так, библиотека, университет. Я бы их купил. Тут давайте священное место будем делать. И больше так. И мне надо... Еще два жителя здесь откуда-то взять. Блин. Где ж мне военный лагерь сделать? Еще мне желательно этим военным лагерям... Территорию у кого-нибудь отъесть еще. Вообще, круче всего, конечно, тут. Было бы. Может, выкупить эту клетку на всякий пожарный. Так, на будущее. Тут мы все убрали. Ну, наверное, лес надо обрабатывать. Чтобы производство было. Так, тут мы рис убираем. А что я тут хотел? Аквитук, по-моему, да? Тут мы делаем аквитук. Здесь давайте селитру. Стоит у меня карточка просто на плюс довольство в городах с гарнизоном, поэтому... Использую юниты. Расставляю по городам. Так, этот у нас в городах других цивилизаций распространяется с утроенной силой, но сначала мы должны использовать вот этого. Снижает на 75% влияние других. А это... Тоже 75%. Так, ну вот это надо вместе использовать, этих ребят. Давайте попробуем так сделать. И пока никуда не идем. Хотя можно так подвинуться слегка. Просто еще надо через речку перепрыгнуть и к Мальгиуму подбираться. Так, где бы нам полечиться тут? А негде. Лечатся у нас пророки только в священном месте. Кстати, я могу напасть на... Нет, не могу. Видите, у меня тоже снижается тут. А отойдем пока. Конга, кстати, тоже не хочет на Китай напасть совершенно. Вполне. Может быть, ведь плохие отношения. Так, тут я ход пропущу. Здесь у нас миссионер к гранаде плывет. Ну да, им к гранаду не возьмет, скорее всего. Маяк завершен. Либо кампус. Кампус у нас тут на плюс 3. Но это опять же с рабочим. То есть он сейчас обработает селитру. И мы пойдем камень убирать, делать так. Жителей тут 4. Верфь есть. Что с священным местом? Плюс 2. Что с промышленной? Плюс 3 тут и плюс 3 тут. Но тут плюс 2 только если я лес оставлю. Значит, давайте размечать этот город. Здесь у нас будет промышленная зона. Главное, эти леса оставлять. Тут священное место. Тут кампус. Я думаю, что надо с кампуса. Все-таки я не собираюсь наукой побеждать, конечно. Но чтобы не проиграть, мне наука хоть какая-то нужна. И в принципе у меня кампусы только в этих трех городах и могут нормальные быть. Всех остальных, видите. Ну плюс 2. Как бы у меня вообще нормальный, грубо говоря, на плюс 4 только один кампус. Так, ладно. Хорошо, я разметил. Так что, начать священочку, наверное. Я думаю, да. Я думаю, да. Так, что по дереву социальных политик. Надо ли мне тут посол? Ну вообще не помешали бы Наску и Лавенту до 6 довести, да? Ну может где-то их побольше. Так, это я про священник. Как дипломатическую службу. Да, вот дипломатическую службу я хочу. И я теократию хочу. Точнее, мне даже теократия важнее. Так, давайте теократия, а потом дипломатическая служба. Что у нас в просвещении? Это мне нифига не надо. Может, довольство с двумя и более специализированными районами. Но в республиканской наследие вот это точно на всех работает. И тут одно жилье, одно удовольствие. Я бы это оставил. Новые строители два действия получают. Тоже оставил. Да, тут я бы все пока пооставлял. И в городе Слян покупал бы строителей. Но за деньги. Кстати, не за веру. Ладно. Так, тут все воины. Сколько у нас еще? Еще не пошло новое. Отсчет до следующей эры. Больше торговых путей, кстати. Да, надо купить. В Легнице Магнус занял место. Так, тут растем производство. Ничего не залочено. Растем производство. Не залочено. Растем. Производство. Город медленно растет. Не хватает рабочих, очевидно. Так, вроде все зашибись. Откуда купим караванчики? Значит, самый дорогой Вроцлав из Кракова и из Вроцлава. Откуда у нас уже бегает? Из Кракова один. Из Кракова два бегает. Из Вроцлава ни одного. Значит, нам во Вроцлаве надо купить караванелла. 165. Отлично. Так, тоже стоим. Ну, это все расставляю юниты, потому что мне эти юниты дают плюс к... К счастью. Даже, видите, плюс 3 есть кое-где. Опять мне это напоминалка. Чтобы принять. Так, 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 так. Смотрим. Отлично. Тут убивают. Швеция. Одно золото в ход требует. Где, пожалуй, я откажусь. О, 10 ходов встал. Ну и тут я не успею в золотой век выйти. Опять надо... В темный, судя по всему. А, блин, что я распространяюсь. Я тут и так уже не посмотрел. Я когда плыл, не было еще католицизма. Так, ну надо бы в Гонконг тогда. Хотя и на Гонконг я лучше всего. Слушайте, ну надо Вавилон... Обратить и прям будет зашибись все. Я хочу этого вылечить. Это классная прокачка просто. 75. Если он не вылечен, он меньше силы. Получается. Поэтому давайте... О, это какое-то странное перемещение. Давайте пока сюда пойдем. Так, здесь. Ну тут надо убивать этого апостола. Хотя у меня вот тут есть на плюс 20 к силе. Может этим? О! Видите, минус 250 к досизму. Вот этот чувак... Так, значит, этими мы не воюем. Значит, так обойдем. И... Так, обойдем. Убираем. Католицизм. Сначала Вавилон обратим. Весь. Потом уже Китаем займемся. Значит, из Вроцлава у нас в Уануко. 41 монета. Это все еще благодаря пантеону. Просто 41 монета. Это обалдеть, конечно. Так, и здесь мы поставим промышленный... Ну тут будет плюс 3 на самом деле. Так. Два раза больше. Ну это сюда просто двигаем. Мне нравятся вот эти апостолы конголеские. Я понимаю, что они моей религии, потому что я подсудил... Ну это очень круто, что Конго там есть. О! Так у меня тут к Гонконгу миссионер бежал. Отлично. Еще и выполнил задание Гонконга. Кайф. Так, ну слушайте. Прям тут я уже практически все распространяю. Мне, конечно, иудаизм беспокоит. Но если я тут все сделаю и Китай обращу, тогда можно будет иудаизм. Мне надо как-то с одной стороны. Так, рыбацкие лодки есть, есть. Давайте, наверное, вот тут лес обработаем. Вот это место для священ... Я священное место тут поставил, потому что вот это для Познани оставлено. Тут Познань к этому месту не дотягивается. Потому что Познань у меня еще будет священное место ставить. Маяк. То есть мы можем еще одного торговца делать так. Верфь. Значит, тут смотрим. Священное место. Есть только на плюс два. И то на болоте. Ну тут как бы не хочется. Кампус вообще нету нормального. В этом городе. Что с промышленной зоной? А, вот тут я хотел. Да, ну тут, короче, в любом случае нужен сначала строитель. Блин, восемь ходов. Блин, восемь ходов это долго. Да, ну тут, кстати, именно промышленную зону и хотелось бы. Ну, видимо... Блин, ну мне строители надо здесь покупать. Потому что тут они с дополнительными зарядами будут. Шесть зарядов, видите. То есть этого строителя давайте я сразу тогда сюда и направлю. Недолго он бежать, правда, будет. Что ж тогда тут? Ну давайте верфь. Хотя бы производство дополнительное пока. Давайте начнем верфь. И торговый путь. Ну вот торговый путь надо все-таки за веру купить. Караванчик. Так, доступные пути. Пять. Из Кракова, Вуанако. Из бытгоща, Вуанако. Это из этого города. Из Кракова бегает, из бытгоща бегает. Из Кракова два, из бытгоща один. Хорошо, на производство. Ну не так, чтобы... Ну я бы тогда из бытгоща Вуанако отправил. Тут, значит, покупаем торговца. Их вот за... Так, надо тут следить за действиями апостолов. Строительную инженерию. Ускорили? Это я семь разных... Семь разных, похоже, этих сделал. Так, давайте вот... Тут. С утройной силой. Хобана. И смотрим. Да, тут семь католицизм и только один даосизм. Не трогаю этого апостола, чтобы не терять силу у своего апостола. Давайте мы потихоньку будем подходить, чтобы не потерять из-за зоны контроля где-нибудь. Хоба. Так, ну в общем-то поплыли тут дальше. О, еще, кстати, остров какой-то есть. И тут поплывем, наверное. Так, вот будем плыть миссионерам. А есть еще какие-нибудь городоксуарства, которые хотят обратиться? Обращение в веру Лиссабона. Болония. Самарканд священная, кстати. Наска, значит, Лиссабон, Болония, Наска. Болония недалеко, но тут апостолы вот эти бегают. То есть, а может мне объявить войну Швеции? И, например, сжечь Евитика? Она мне, вон... Есть официальная война, да? А есть... А где у нас священная война открывается? В дипломатической службе. Ну, блин... Долговато ждать. Сколько у нее силы? 608. Я просто думаю, сможет ли она ко мне приплыть что-нибудь... Погадить. Мне кажется, выгодно мне будет объявить войну и... Апостолов немножко сжечь. Тем более, у меня тут двух. Смотрите, сколько их. Да, слушайте, наверное, да. Давайте официальную войну. Тем более, она ни с кем не в союзах. Я тут куча с кем в союзах. Отлично. Сжечь Еретика. Это сразу минус. Тут просто не видно, мы не видим эти города. Но тут сейчас произошел минус к иудаизму. Ну, он этими апостолами у Анаку тут... Ну, короче, мне надо за Инка тут побороться. Несомненно. Ага, Лавента мне объявила. Вот это, кстати, в минус. Но мне тут всего... А, слушайте, ну и следующим ходом Лавента вроде своей сделала. И где вообще Лавента? Не будет ли мне Лавента гадить, а не... Швеция? Блин, а где Лавента? Что-то я... Лавента где-то тут недалеко была вроде от меня, нет? Наска там. А, нет, все. И страшно. Ну, жалко, что сейчас немножко минус по вере пошел. Конечно. Так, промышленная зона тут уже делается. А, ну пошли этим сюда рабочим. Так. Ну, этого пока так. Тут надо все обрабатывать. Там мало клеток. Так, избытка еще я в Уанако. Блин. Вот это не совсем классный маршрут. Там Швеция его разграбит. Я не посмотрел, как... Как караван бежал по какой траектории. Так, тут убираем обработанный камень. Чтобы там поставить потом... Так, плюс вот этот у нас. Плюс к силе. Не вижу здесь никаких... Во, теперь вижу. Отлично. Вот этот классный. Это у меня Рэмбо Апостол такой. Бегает всех апостолов доосизма. Убивает. Так, дай распространить религию в два раза больше. Ну, пока просто подходим сюда, мне кажется. Этот такой будет дополнительный. Так, этим мы шли лечиться. Что дальше? Оружейное не скоро. Бомбарды. Бомбарды возможны, кстати. Давайте пока начнем бомбарды открывать. Реформации. Это мы... Теократию примем, да? Но мне бы, конечно, в Кракове... В Кракове часовню великого магистра построить по-хорошему. Жалко, что вот эти здания не купить в правительственной площади. Но я сейчас ломан... Блин, в Кракове тут дофига. Тут и промышленную зону надо строить. Монсон Мишель достроить. Так, а там Китай с Вавилоном, что ли, воюют? О, еще из Конга. Это, кстати, мне в некотором смысле в плюс. Потому что, в принципе, Китай... У Китая есть священный город, да? И он... Как религию эту не удаляй, он все равно будет... Ну, священный город будет очень быстро восстанавливаться и опять появляться. А если Китай вынесут вообще, то это уже не совсем. Так, давайте мы этим апостолам... Тут они все зачистят, очевидно. Кстати, по-моему, Вавилон уже, считай, под моей... Да. И я напоминаю, что мне это еще и науку дает. Каждый последователь религии... Ну, четыре последователя, одну науку. Но, в принципе, я... Вот, я уже 43 науки имею от веры. То есть... Почти половину. Почти половину. Ага, куда-то делись апостолы сразу. Ну, блин. Ну, с другой стороны, хорошо. То есть... А, нет, вот они где. Так, надо, кстати, вот тут скорее мне следить, что происходит во время перехода хода. Чем... Так, значит, тут покупаем клеточку. Вырубаем. И переключаемся на строительство промышленной зоны. В Флотске бы как-то поднять производство. Надо идти тут скот обработать и этот лес. Ну, и желательно, чтобы еще холмы там прибавились. Так, в Люблине все обработано. В Быдгоще вот тут не обработан лесок. Так, фермы... Во Вроцлаве вот лесок не обработан. Так, тут у нас атака... Послов. Знаете, мы, наверное, этого парня вперед куда-нибудь отправим. Чтобы он у нас был авангардом. Этого, кстати, тоже можно. Который просто распространяет религию. Просто смотрите, что тут... Вообще. Есть ли еще какие-нибудь апостолы Китая? Ну, у Китая 385 веры. А балла... А прибавочка какая идет? Так, у нас 168. У Швеции 145. 76 у Китая. У Китая явно меньше. Ну да, вот Швеция на моем континенте. Главный мой враг это Швеция будет. Так, священное место будет закончено тут. Пока... Пока кампус не могу поставить. Блин, тут еще нормальный такой остров. Я смотрю, есть. Центр коммерции. Суконный ряд, несомненно. Маяк. Так, а что вот тут у нас с районами? Кампус на плюс 2 максимум, да? Да. Священное место, естественно... А, есть на плюс 3. Смотрите, тут священное место. Ну, очевидно, сюда надо священное место ставить. Опять же, видите, на плюс 3 сейчас, после этого патча, это уже не так круто. То есть, у меня на плюс 4 есть только вот этот кампус. Ну, вот тут плюс 6. Слушайте, а за счет чего тут плюс 6? Что-то я не пойму. 4... А, это способность священных мест. Кстати, вот это я плохо использую в этой игре. У священных мест Польши... Вот, как это еще плюс 4. Они дают полное соседство за соседние районы. То есть, вот этот район тоже у меня будет... Даже... Я когда вот тут еще поставлю театралку, тут будет плюс 5. То есть, в принципе, у меня священные места неплохие. Но я не везде их рядом с другими районами ставлю. Они дают полное соседство за соседство с районом. Ясненько. Так, ну, тем не менее. Промышленная зона, где тут может быть? Вот тут. Промышленную зону поставим. Ну, и опять же, неизвестно в какой... В какой очередности буду я. Ну, тут будет... Тут плюс 1, на самом деле здесь будет нормально, потому что вот эти два района между собой будут работать. Еще священное место и плюс вот этот ресурс. Так, ну и предварительно сюда научку. Так, ну, тем не менее, что бы нам сейчас в лодде строить? Кстати, нифига не обработал. Надо сюда тоже рабочего посылать. Я бы, наверное, начал все-таки вот эту промышленную зону сначала. Тем более, я тут вырубать буду скоро. Значит, туда надо строителя. Покупаем. Сразу-ка вот так вот отправим. Я могу еще одного... Еще одного торговца, да. Откуда? Доступные пути. Значит, бабло. Краков. Варшава. Варшава. Я бы из Варшавы отправил, потому что тут сейчас будут суконные ряды уже сделаны. Священное место тут есть. Да, давайте из Варшавы. Так, со мной воюет только Лавента. И у меня два посла есть. Отлично. Отлично. Перекупил Лавенту. У меня, конечно, до шести их довести, потому что тут еще плюс три веры в каждом религиозном здании. Ты представляете, какой... Это у меня будет очень крупный бонус идти. Что-то не видно. Ой, блин, я ж тут хотел смотреть, как всегда забыл. Так, открываю... Берем теократию. Само-со-со, потому что на 15% скидка на покупки за веру. И плюс здесь вот это ставим тоже. У меня несколько священных мест, так что зашибись будет работать. Все религиозные юниты получают плюс пять к силе в теологической баталии. Кстати, кстати, тоже неплохо. Давайте вместо строителей поставим. Так, тут плюс одно удовольствие. Это я убрал содержание юнитов, но, в принципе, у меня денег так идет к боевомущию. Это мне не надо, я не воюю. Ну, кстати, я воюю со Швецией, но там у меня два скаута просто, и все. Так что, да, вот так оставляем. И 173 было, стало 213. То есть плюс 40 веры в ход. Отлично. Так, подходим этим апостолам. Апостолов Китая не видно. А этим? Не видно. Так. Этот убирает 75%, значит, идет вдруг Кари Галзу. Оба-на. Так, ну все, нету ни одного города Вавилона уже с даосизмом. Этот просто сюда распространяет. Блин, не хватает царит. Еще мало было католицизма, очевидно. Эти миссионеры просто плывут. Слушайте, кстати, этим я бы просто поплавал, как скаутом. Апостолы, куда вы делись? Возвращайтесь, ребята. Да, упустил я, конечно, шведских апостолов. Ну как упустил? Я им, конечно, не дал и распространить у себя с другой стороны. Этот на скот, этот на лес. Этот на селитру. Этот лечится. Лес. Так, из Варшавы в Уан. Ну, тут на самом деле будет плюс 3, когда вот суконные ряды построятся. А когда я еще поставлю, открою дипломатическую службу и поставлю учетные баги. Вообще, баги. Учетные баги, блин. Вообще плюс 5 к производству. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, осадную тактику давайте отложим. Астрономию начнем. Хотя, давайте я здесь куплю просто, или мне лучше и рабочих покупать, пока деньги есть. Пока, в смысле, пока я в золотом веке. Не, ну мне хватит и на рабочих, и на библиотеку тут. Так, и 500 монет. Ну, мне надо университ рядом с горой купить в любом случае. Так, Красавелла. К сожалению, опять же, уйдет исход евангелистов плюс 2 к перемещению. Но я попробую... То есть, мне бы сейчас этот, следующую эпоху как бы пропустить. То есть, не особо тут. Я вот свой континент обрабатываю. А потом через эпоху выйти в темный... В героический век. И тогда ломануть... Ну, мне кажется, тогда не будет никаких... Не будет ничего на... Ой, блин, убрал лес. Дебил, дебил. Ё-моё. Лёша, Лёша, лес. Просто взял, вырубил нафиг. И что мне тут делать на этом месте теперь? Не знаю, театральную площадь. Фигня. Темпло-майор. Мастерскую давайте пока поделаю. Кампус тут тоже фигня. Тут даже район не поставить. Ну, можно развлекательные комнаты. Даже аквапарк тут лучше, первоврослый, чем плент. Взял, убрал производство просто на ровном месте. Так, я тут хотел следить за шведскими. Ну, да, он просто отступает апостолами. Ну, не знаю, стоять здесь скаутами у Ануку. Ну, слушайте, там Антавайль я тоже отвалилась, поверья. Ну, вообще, как бы... О, слушайте, и тут вон иудаизма как-то... Он что, тут приплыл, что ли? Вот тварь. Так, слушайте, это я правильно, мне кажется, я шведский. Этот будет тут стоять, следить. А этого скаута надо как-то тут провести. То есть он как-то апостолами вот сюда он приплыл. И обратил. Швед, швед. Вылечился этот апостол. Куда вот этот поселенец, интересно, идет? Надо проверить, что тут... Что нельзя тут поставить город на всякие пожарные. Ну, да, он может поставить только если здесь зачем-то. Поселенец куда-то прется просто. Так, китаец, где твои апостолы? Я бы теологические баталии попроводил. Но, судя по всему, Китай забил на... Вот, есть один. Так, ну давайте этого апостола тогда опять... Вот тут искоренять иудаизм. Инквизиция работает только в своих городах. То есть мне нет смысла инквизицию учреждать. Честно говоря. Так, ну этого давайте... Так, вот постепенно пока куда-нибудь сюда отправим. Вообще нет... Блин, не того апостола отправил. Это вообще рабочий, блин! Сюда. Давайте этого апостола как раз к Болонии отправим. Вот. И он вычистит здесь иудаизм. Давайте я высажусь в следующий раз. Вот тут чудо какое-то. Слушайте, а может пока не высаживаться? Потом его найти. Давайте не будем. Ну вот эти... Хотя... Это может быть просто волка. Ну... Представляете... Культура все-таки вокруг. Это обычно какие-то чудеса так... Извергаются. Строю святилища, универсающим ходом куплю. Так, мне надо семь жителей. Хреново растет легница. Ну... Сервь... Нет, давайте тоже святилище. Тут надо пообрабатывать просто все, чтобы нормально росло. Только тебе прикол, что Килиманджаро так до сих пор ни разу и не... Извергся. Я, наверное, куплю еще рабочего. У меня хватит 500 монет для универа. А вот рабочие пока не закончился золотой век, надо покупать. Ну и... Коплю пока веру. Конго собирается основать город. Вообще не против. Чем больше городов с моей верой на карте, тем лучше. Посольство инков. Неизвестную ГГшку захватили. Я все-таки этого давайте к... К китайским городам уже вести. Так, где-то тут был апостол. Где-то вот тут внизу. Вот он. И вот еще апостол. Ну, этот имеет плюс 20, на самом деле плюс 25 к силе. Я же поставил карточку. Да. Давайте просто это же гляну, как оно полностью уничтожение апостола. Да, сисского должно произойти. Так, тут мы... Холмик вот этот. Сюда у нас бежит. Давайте вот эти рыбы будем обрабатывать последним зарядом. Так, тут миссионер просто плавает брасом вокруг континента. В позднане стояночка сначала будет куплен универ. Открыта астрономия. Что у нас тут дальше есть? Ну, слушайте, я, мне кажется, очень не скоро... А, блин, а с тобой у меня тупиковая была. А нафига я ее открывал? Мне надо картографию, я думаю, открыть. Потому что, ну, оружейную я очень... Я очень не скоро вообще даже военный лагерь построю. Просто. Ничего поздно так не растет. А если я вот так сделаю три хода. Во. Вот это уже рост. Так, библиотеку я тут буду покупать. А строить я тут буду... Ну, акведук как-то странно здесь выглядит пока... Ой, я еще и торговцу могу. Ну, давайте тогда верфь постепенно буду строить. Так, где у нас торговец? Лучше всего зайдет. Ну, из Кракова у меня и так уже бегает, но... Из Легница... В принципе, да. Тут еще я добавлю этих мест. Давайте в Легнице купим. Но теперь за веру, потому что не хватает денег на... Так, Люблин, святилище достроился. Храм. Потому что у нас каждое здание дает плюс два к деньгам, считайте, за караваны. Несомненно, я это все... Ну, и плюс еще и веру. Так, тут все еще суконные ряды, недостаток жилья. Значит, амбар после суконных рядов. И пока на производство поставлю. Порох, дипломатическая служба. Все верно. Этот в два раза больше. Но мне нету смысла здесь распространять. То есть он просто тут подошел ближе. Мне надо распространять вот в этих городах сначала религию. Причем, естественно, ее убрать. Так, тут я хочу дождаться следующей эпохи. Пять ходов. Потому что буду пять ходов пропускать ход этим миссиям. Кстати, можно высадиться здесь. Хочет селитру и железо за сахар. Кстати, надо поторгать ресурсами. Видите, все. Ну, в принципе, нормальное предложение. Мне даже нравится. Надо в начале хода торговлей заняться сначала. Не хватает чукуита удержать. Е-мон, сын Мишель-таки построился. Итак, две ячейки реликвии и все апостолы получают. Но, по-моему, только новые апостолы, а не те, которыми я сейчас есть. Так, и тут надо учетные банки поставить вместо харизматичного лидера. Так. Сейчас я хочу проверить, во-первых, что у меня у нынешних апостолов. А не, появился мученик. Кайф. Это вообще кайф. Блин, жалко, что он спрятал. Вот знаете, вот не совсем честно, что нельзя нападать на апостолов в городах. Я считаю, что на апостолов нельзя было бы нападать, если бы они в священных местах стояли. То есть, раз это вообще такой отдельный юнит на веру, то давайте нельзя нападать, когда он в священном месте стоит, а не когда он вот в военном лагере. Типа, у меня ж мой апостол заходит в такой военный лагерь и начинает рассказывать всякое. Класс, смотрите, у меня уже даосизм в Китае уменьшается сам по себе. На самом деле, я бы здесь даже не распро... Я бы вот этого апостола даже уже вел бы какие-нибудь другие места. Я понимаю, что здесь пока низкое влияние католицизма, да, его мало. Но сюда нужен апостол, который убирает... Убирает чужую религию. То есть, вот тут где-то у меня этот... Вот этот нужен сюда. Собственно, я сюда его и веду. А моя сама религия распространится просто за счет влияния, за счет давления. Собственно, то же самое и тут касается. Ведь я буду убирать просто чужое влияние религии и все. Так, здесь мы сначала все-таки промышленную зону сделаем. У меня мало тут производства по ощущениям. Там мастерские, прям все это купим даже. Так, значит, здесь я покупаю библиотеку. О, блин, у меня закончились союзы. Так, с инком у нас был... Военный союз. И торговать с ним нечем, да? Дальше. С... Китаем у нас был... Научный союз. И торговать с ним тоже нечем. А с кем же я торговал тогда? Давайте смотреть. Индия. О, там шведы-индусы забирают, смотрите. Один город уже забрал точно. Торговать нечем. Ясно. Конго. Но это фигня. Торговать нечем. Я Китай только что смотрел. Вавилон. А откуда у меня вот эти ресурсы с кем? Это я, может, со Швецией? Да, это, наверное, со Швецией. Со Швецией торговал, объявил ему войну. И... Вот оно. Да. Так, я бы пока посольство чисто у Конго сделал. Пока так. 202 науки у Конго. Так, этого. Здесь я мог бы попытаться, но мне убьют тогда скаута из города. Я бы вот тут стоял. Распространяется с утроенной силой. Но это все в сторону Шведа надо вести. И этого в сторону Шведа. Дорог мало. Антовайлья. Да, господи, как он сюда про... Как они сюда пробираются? Ну, где вот тут был апостол, например? Куда он делся? Вот он. Блин, мне надо... Слушайте, может, мне как-то... Есть настройка, чтобы мне показывало перемещение именно религиозных юнитов? Сейчас глянем. Действия... Графика. Игра. Быстрый бой ускорения. Ну, вот я не вижу здесь уведомлений. Не вижу уведомлений при... Жаль. Мне вот тут не хватает, чтобы мне показывали перемещение религиозных юнитов чужих. Опять его ануку отправил через Швецию. Что с... Леша. Что ты какой-то больноватый на голову? Так, тут стоим до следующей эпохи. Дамба завершена. Дамба завершена. Тут уже плюс пять производства. Ну, мастерскую. Так, в Легнице, кстати, святилище завершено. Значит, храм. В Люблине один ход, храм. Дипломатическую службу открыли. Окей. Что дальше? Две каравеллы. По идее, я скоро должен открыть и ускорить. А, не, не скоро. Тут еще порох. Ну, четыре хода, да? А это пять ходов. Великого худора. Вот это вряд ли, да? Великого торговца, кстати. Великого торговца я должен получить. Худор. Ну, тут тоже накапливаю. Но и тут очень не скоро. 108 ходов. У меня одна театралка только. Так, давайте в любом случае пока торговую республику начну. Я больше торговых могу еще торговый путь прикупить. Да, могу. Давайте глянем откуда. Доступные пути. Найбабки, Краков, Плотск. Ну, короче, из Кракова. Из Кракова самое крутое. Я бы из Варшавы, на самом деле, отправил. Потому что у меня там уже построился... Суконные ряды построились. Из Кракова у меня две бегают, да? Из Быдгоща у меня бегают две. Из Люблина две. Из Варшавы один. Из Легницы один. Из Варшавы. Так. И теперь строители еще купим. Сколько у нас ходов? До конца четыре. Ну, тут за веру купим. Поселенцы, кстати, мне по-хорошему некуда. Интересно, где тут Швеция захватила город? Ну, где-то вот тут, где мне не видно. У Индуса. Ну, у него 177 силы вообще. Конечно. Кстати, уже Инк опять не под моим влиянием. Но это за счет того, что Чекуита отвалилась. И Швед там своими апостолами выделывается всячески. Так, кого мне следить? За кем? Ну, тут, мне кажется, я не пропущу. Вот я бы, наверное, за китайскими апостолами следил. Ну, блин, в город встал. О! Вот это ты хорошо зашел, парень. Сейчас будет моя любимая игра сжечь еретика. Хе-хе-хе. Так, ну что, возвращаемся сюда, наверное. Убираем. Блин, конечно, вот, кстати, тут два заряда осталось. Альян Тамба не самый лучший вариант, потому что лучше это использовать на городах, где побольше. Поэтому я лучше сюда пойду. Три хода. Да, сюда пойду. Потому что это четыре жителя. Тут и так моя религия будет офигительной. Шестнадцать, а тут четыре. То есть он когда-нибудь да все равно станет этим католическим. Слушайте, а где у него вообще священные места? Тут без святилища. Вот, все они. Кстати, обратите внимание, что компьютер вообще не в курсе, что такое инквизиция. Ни разу не видел инквизиторов. Точнее, как, я видел инквизиторов, я даже видел, что он ее основывает, но у меня такое ощущение, что он их как скаутов использует, просто бегает. Типа, у меня дофига веры, а давай-ка я буду основывать инквизицию. Нет, давайте я вот так вокруг-ка пойду. Блин, так тут даже дамба захватывает клетки. Смотрите, я только что захватил клетки дамбой, вот эти. Вот это и так была моя, а вот эти клетки я захватил дамбой. То есть вообще любой... Ну, это не польская способность, это резолюция вот эта. Построенные тигромоком существует культурный захват. Но это, конечно, трындец, по-моему. Ну или просто для меня это круто, конечно. Так. Сюда пойдем. Тут вот у нас вот здесь куча территорий необработанной вообще. А это к Кракову относится. Это кврот славу. Бытгощ. Люблин. Познань. Так, в Познане мы покупаем универ. Обрабатываем лесок. Обрабатываем лесок, чтобы производство было из Варшавы в Квиллу. Шесть производства. Ну и денег просто дофигища. Конечно. Люблин. Храм достроен. Покупаем мечеть. Собор Василия Блаженного нам тут не нужен. Кстати, давайте Темпломайор. Ну, Петра нет. Это потому что вот здесь можно ее построить. На этой клетке пустыни. Одна пустыня. Зачем мне она? Греть спотало, кстати, круто. Ну, тут слишком мало производства для него. Что он дополнительную ячейку курса дает. Давайте Темпломайор. У нас тут есть две... Два озера неплохих. В Гнездно монумент. Теперь гавань. Так, в бытгощий, не останавливаясь, покупаем строителей. Откладываем... Нет, не откладываем порох. Продолжаем открывать его. Каменоломник, кстати, плюс одно производство. Получит. Что тоже очень хорошо. Лавенту перекупили, но... Я так понимаю... Мне тут не важно. Мне просто еще одного посла сюда надо. Отправить, чтобы я плюс три имел. В общем, я бы послов получить по-хорошему. Каменоломник плюс один. Так, 134 науки. Ну, из того, что я тут вижу... В принципе, я даже по развитию не так уж плохо иду. Но у меня что-то кажется, что самые крутые ребята не здесь. Хотя и здесь. Ну, Вавилон 40. На Вавилон вообще можно на его науку не смотреть. Он просто... 40 тех. Вы понимаете, почему. А так, в принципе... Слушайте, я даже и по науке неплохо иду. На удивление. Так, куда делись апостолы, которых я хотел убивать? Где они? Вернулись опять куда-то? Мы же не могли там пройти. У Швеции нормальный век. То есть у него нету этой... Бонуса к перемещению, который есть у меня, например. У моих... Религиозных юнитов. Так, вот эту клетку надо обработать. Бонус. Ааа. апостолы приходите о о е ой стоп вот он вот и блюдо чуток чем такой сильный у него религиозный орден я позито у меня у него плюс 4 от уровня сложности плюс пятна а вот он ведь в священных местах имеет плюс 15 к силе су что я не знал реально ну тем не менее ну возможно хорошо пускай так будет но то что невозможно нападать на апостола в военном лагере или в городе мне кажется странным то есть у тебя твои юниты по территории соперника ходят без проблем религиозные а в город типа зайти не могут но это же странно шпиона может построить так ты тут все не я бы тут строил пока строителя 2 хода ну и покупал бы их продолжал в бытгощий штаблян находится так мастерская да как ты тут конечно тупо ну вот этим местом ну кампус мне тут бессмысленно ставить на ноль может военный лагерь поставить но понимаете дело в том что культурный захват военным лагерем это только в трех лет если я сюда ставлю военный лагерь то вот эти клетки не захватываются уже до 4 радиус как бы без мы я могу только но максимум тут поставить ради ради вот этой клетки зачем вообще мне военный лагерь нужен да с другой стороны центр коммерции нет театралка ну тут фигово ну зачем тратить производство города если вот венецианка кстати было бы не являются собственно ради него и ставил тут промышленную зону шпиона еще да тем не менее военный лагерь бы здесь построил вот тут мне нужен все равно война я просто не уверен что я в этих городах когда-нибудь их сделаю его сделаю варшаве амбар начинаем расти опять на квидук ну варшаве мне кажется промышленная зона вот здесь очень неплохая будет но я не уверен пока не вырастет до семи жителей я просто не вижу где конкретно ну давайте пока водяную мельницу колосс построили в познание нехватка довольства в раке кто-то урод вот снижаем влияние в зал дуня если богу угодно чтобы ваш народ уверовал в наши обычаи то в про обычаи то вправе ли я мешать этому вот видите здесь моя религия давит плюс 30 адасизм всего лишь плюс 14 так пока не смотрим что тут происходит в принципе но слушайте мне осталось сиань и чинду по-хорошему избавить от дасизма потому что вот это один из этих мне кажется сиань священный город очередь 357 ходов он сам обратиться в католицизм хотя это значит что если я его обращу то он не сможет вернуться обратно судя по всему фигасе убили метам таки скаута ну там я и очевидно какой-то кризис с другой стороны на другом континенте так каравелла и мне какой-то город государства до лавента ну надо перекупать но у меня нету пока послов и нр не буду карточку ставить а так апну всего две этих 180 и этим раз два три открыли 100 производства морских юнитов наверно ничего не буду тут менять ну шуме тут ставите метал все нравится очень сильно так пошли в книгу печатание или все-таки осадную тактику давайте откроем посмотрим что тут за тех а ну так-то мне в индустриализацию надо а ну как раз через эту теху так что идем а здесь так что с великим торговцем во-первых меня флотоводец мгновенно предоставляется броненосец эти одиноким предоставляется общежитие у нас одиноким предоставляется броненосец одиноким религиозным полякам предоставляется броненосец тут и вот отсюда и так поплыву и тут там сделаю броненосец ну кайф блин я бы конечно еще этого торговца выкупил но она в следующем ходом уже другая эпоха блин на самом деле жалко тратить веру на этого торговца прямо и вам скажу я конечно мне я бы веру на на апостола все еще хай поэтому не буду пока ну типа пока выглядит что я его и так заберу через 14 ходов но там они проекты делают а для чем этот торговец нужен на меркантилизм знаете пока меркантилизм открывать так тут убил меня каролинская пехота понял не дурак дурак бы не понял так тут мы достроили поэтому берем мечеть мы убираем под кампус тут мы убираем под промышленную зону там мы строим лесопилки так а вот это кракову окей так тут мы дамбу построили ну это наверное шахты пшеничку обработаем почему нет так дальше идем сиань обрабатывать может надо было священное место встать там просто блин тут еще какие-то острова интересно я вот конечно не помню могут ли миссионеры руинки собирать сейчас проверим следующим ходом так тут мы ждем все еще один ход в темный век сваливаемся в кракове промышленная зона но я мастерскую наверно куплю поэтому надо часовню великого магистра делать так храм я тут доделал кампус еще не скоро ну наверно верфь щега ну вообще мавзолей в геликарнасе тут неплохо будет шесть ходов ну кстати а блин он строится витя на месте кампуса тогда нет плотски во ворот свою него нельзя геликарна но в плотске он слабоват мне кажется будет если ну в лодзе можно будет геликарнас между прочим давайте так на всякий пожарный так сделаем где он тут зевс такой предварительная так здесь мы уже монсен-мишель построили тогда в легнице в легнице ну верфь пока верфь тут я ничего не хочу менять уничтожили мне скаута так тут убираем иудаизм два раза больше может распространять религию давайте еще проверить по ресурсам глянем кроме шведа если с кем торговать нет и глянем по реликвиям вдруг а вдруг у кого-то получ появились конга нет китай нет я за себя откуда никогда этого появлялись реликвии честно говоря то есть я выкупил аж три штуки по моему так у этого к сожалению или жители я могу куда могу посмотреть если не заключать мир нету ничего и у инка нету ничего не понимаю реально откуда они генерировали реликвии с утроенной силой так вот это с утроенной силой тоже вантовая ее самый большой город хотя он хоть и мимо кушка проходит норов кушка тогда сначала пораспространяем и сваливаемся в темный век вот так как бы игра нам всячески показывать что если вы будете делать упор на веру и религию то ваша цивилизация будет из темных веков не вылазит то темный это героически это темный то героически все как в жизни на самом деле промышленная эра у нас темный век века сейчас я выберу а ну слава богу все рядом со мной туда же попали то есть на мои города это никак влиять не будет так что нам взять к оружию нет пульс паровой машины каждый ну возможно реформа денежного каждый торговый будет тоже кстати вполне но меня с другой стороны только 10 и каждый новый открытый континент плюс 3 очка сколько как вы думаете сколько еще континентов не открыто все вот глянуть у нас три континента мне кажется их еще и три будет так что только плюс 9 это можно найти это можно по-хорошему посчитать вот смотрите тут считайте максимум плюс 9 да ну и морского юнита вот это вряд ли я что-то даст то есть плюс 9 реформа денежного обращения предположим все 10 моих караванов бегают в какое-то новое место то есть максимум плюс 10 я смогу получить а вот пульс паровой машины то есть зданий промышленной эры в разных районах я явно своим количеством городов смогу построить больше раз-два а промышленная там промышленные эры и дальше по моему да или более поздний да то есть промышленная эра это у нас что вообще это вот угольные электростанции и фабрика то есть это уже как минимум два здания буду точно строить ну кстати может быть и не так тоже много сложно сказать но я все равно промышленные эры беру то есть здание у меня по ощущению больше строится чем вот этих торговых всяких путей прокладывается ну и на этом серию заканчиваю спасибо что смотрите то есть план сейчас пережить темный век под накопить веры в это время окончательно вот этот в католицизм мой континент переформатировать тут только вопросы уже со швецией остался по-хорошему потому что явно китау среда китаец под накупил под накупил то этих апостолов ничего и мы сейчас займемся он будет конечно со мной воевать но у нас мы за это будем реликвии получать как бы что неплохо согласитесь к ну это все следующей серии спасибо что смотрите играйте в умные игры а спонсоры канала прямо сейчас могут посмотреть продолжение спасибо им за поддержку всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока